В целях развития гендерной политики в нашей области работает общественное объединение Гендерный информационно-аналитический центр. Он существует уже 15 лет. Что сделано за все это время, представители центра рассказали нашим журналистам. Со дня создания организации прошло почти 15 лет. За эти годы было сделано немало. Деятельность центра направлена на то, чтобы гендерная политика развивалась и шла в сторону равенства мужчин и женщин. В этом направлении решаются конкретные конституционные принципы. Дела идут успешно, говорит председатель центра Наталья Усачева. Основная работа заключается в улучшении качества жизни и здоровья женщин. Немало проблем решалось и будет решаться в области противодействия бытового насилия. Как вам известно, жертвами бытового насилия в основном являются женщины, 95%. Ну и где-то 5% только могут быть мужчины. Это, так скажем, насилие со стороны женщин, оно совершенно имеет другой характер. Это в основном моральное, так скажем, ну может быть унижение и так далее. Что касается насилия со стороны мужчин, это, как правило, всегда физическое насилие или сексуальное насилие и так далее. Кроме того, уже 12 лет центр работает в качестве партнера международной организации по миграции и по противодействию торговли людьми. К сожалению, ситуация плачевная и в этом отношении. Жертвами торговли преимущественно являются женщины. Потому что очень большая часть людей, которых, как сказать, вовлекают в качестве жертв, вот, они, этой женщины предназначены для сексуальной эксплуатации, вот, и чаще всего, в общем, это показывает, опять же, отсутствие равенства даже в рамках этого. За годы деятельности организации центр не раз обращались с освобожденной жертвы. Когда дело доходит до судебного разбирательства, о факте сообщается Международная организация по миграции. Так судебное дело контролирует вышестоящие органы. Чтобы она контролировалась сверху, тогда Министерство внутренних дел, в общем, непосредственно вмешивается в процесс разбирательства. Ну, то есть контролирует его. Вот, кроме того, значит, по договору с Международной организацией по миграции мы обеспечивали жизнедеятельность освобожденным жертвам, двум человекам, вот, на протяжении четырех месяцев, ну, во время процесса. Ну, и, кроме того, трое человек, которые оказались жертвами торговли людьми и были, опять же, предназначены для сексуальной эксплуатации, проходили у нас реабилитацию, когда у нас был крестный центр, и работали психотерапевты. Вот, потому что это очень серьезный стресс. Также важна работа по продвижению женщин в политической сфере. Наличие скрытой дискриминации ярче всего проявляется в органах власти. Мужчины и женщины неравномерно и непропорционально представлены и здесь, уверяют работники центра. Чем выше, так скажем, пирамида власти, чем больше, так скажем, влияние, ну, там, скажем, деньги, власти и так далее, и так далее, тем больше женщин. Там же, где работа совершенно, так скажем, не оплачивается, ну, например, бытовая, это в основном ложится на плечи женщин. То есть, основные направления организации – это достижение гендерного равенства, противодействие бытовому насилию. Но есть еще одна немаловажная задача – оказание помощи семьям и детям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всего работниками центра зарегистрировано 83 неблагополучных семьи и 198 детей. Сколько еще детей и женщин, которым нужна реальная помощь, неизвестно. Представители центра намерены продолжать работу в этом направлении. Ну, по культуре сложилось так, что женщина, вот, вовлечена в треугольник, кирфи-киндер, то есть ребенок, кухня, а мир мужчины – это весь мир. Ну, собственно, если мир наш будет, так скажем, один и тот же, вот, то есть и дом – это будет дом мужчины и женщины, и весь мир тоже будет осваиваться, то тогда мы придем в гармонию. Поэтому тут вот знак вопроса, правильно ли так, как сложилось у нас в культуре, что у женщины свой мир, у мужчины свой. Анна Шелкарбек, Лжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первые Карагандинские. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова